Всем привет! С вами снова Денис Фёдоров. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я с вами разберу интересную проблему. Если вы уже давно работаете фотографом, либо вы хотите работать плотно фотографом, то наверняка вы столкнулись или столкнулись с такой проблемой, как болезнь спины. Когда вы много в течение дня носите фотоаппарат, либо на шее, либо на плече, 100%, особенно если вы носите две камеры, спина рано или поздно начинает капризничать, появляются боли в поясничном отделе, боли в межлопаточном отделе и в шейном отделе. Получаются три участка спины, которые очень сильно подвергаются усталости, когда вы носите камеру на одном плече, либо на двух плечах, на ремнях, либо на шее. Это 100%. Как этого избежать? Значит, первое, о чём я уже достаточно давно узнал и приобрел, но не сразу. Часто, вначале мне немножко жаба душила, но просто так, как я год проработал вот в этом обмундировании, это называется портупея или разгрузка, после года у меня спина стала чувствовать себя круто, очень хорошо. Я скажу, я, когда проводил летние съёмки, там, снимая 10, 12, 14 часов, в кольцо дня я уже не мог стоять на ногах из-за спины. То есть мне уже хотелось куда-нибудь присесть, вот просто сесть в кресло, и всё, уже ничего не делалось. Как только начинался какой-то конкурс, либо что-то ещё, идёшь, снимаешь, ты чувствуешь, что всё, уже спина отваливается. А разгрузка портупея очень крутая вещь, она распределяет разгрузку с фотоаппарата, если это один, и разгрузка с фотоаппаратов, которые висят на двух плечах, в целом по спине. То есть вы, когда бегаете с двумя фотоаппаратами отдельно на правом плече, отдельно на левом плече, вы всё равно чувствуете какие-то неудобства, вам приходится плечи поднимать. Для чего? Для того, чтобы фотоаппараты, ремни не соскочили с плечи. Вам приходилось всё время вот так делать, чтобы не было соскока и не потерять камеру. В данном случае фотоаппараты всегда у вас плотно лежат на плечах, плечи у вас всегда расслаблены, вы, соответственно, расслабляете шейный отдел и между лопатками. И у вас начинает работать только нижняя часть. Это поясничный отдел, на котором как раз идёт нагрузка с двух камер. Как цепляется сюда камера? Вниз камеры вставляется вот такая штукенция, к которой прицепляется карабинчик. Хоп! И есть ещё дубликатор крепления. Это шнур. Шнур крепится тоже к камере. Он мне помогал уже, честно скажу, не раз. Может быть, уже полсотни раз. Потому что когда вы много снимаете в студии, или в КАЭ, или на улице, вы часто приседаете, у вас камера вертится. И бывает, что уже до такого состояния доверться, что уже всё, он вот так вот начинает откручиваться. И после, как камера открутилась, как раз у меня помогает камеру удержать от падения на пол вот этот простой шнурок. Поэтому, если вдруг у вас его не будет, когда вы приобретёте полтупея, то уже и запросто можете его самостоятельно сделать и прицепить. Итак, нагрузка с двух камер. Смотрите, сзади распределяется хорошо по смене. И остаётся только правильно подготовить вашу поясницу. Если вы ещё не проводили съёмки, то сразу готовьтесь. Каким образом? Есть упражнение гиперэкстензия. Когда, например, вы ставите тубуреточку, либо лавочку. У вас лавка находится здесь, на прессе. А ноги внизу зафиксированы либо под батареей, либо под диваном. И вы вот таким образом делаете упражнение на лавке, тем самым закачивая поясницу. У меня это упражнение показал тренер в одном из фитнес-клубов. И, честно, я прям очень рад. Только за одно это упражнение ему можно поставить памятник. Потому что упражнять буквально несколько месяцев перед летним периодом в прошлом году, в течение лет я не чувствовал боли в спине ни разу, кроме одного. Когда я работал 14 часов подряд. Вот тогда мне было уже к концу дня некомфортно, но это не было больно. Это просто был дискомфорт в спине. Итого, два условия, которые вы будете применять в своей жизни, позволят вам избавить от боли в спине, в пояснице, в шее, работая фотографом профессионально. Первое – это разгрузка. И второе – это упражнение гиперэкстензии. Все, больше делать ничего не надо. Только вот эти два правила позволят вам избежать этой, ну, наверное, повальной проблемы среди фотографов. И когда фотографы узнают, что у меня есть такая вот штука, про тупее разгрузка, они спрашивают, ну, что, как? Потом некоторые сомневаются, все-таки цена иногда кусается. Бывает, там, 5 тысяч. Я брал у Алексея Усовича в Питере за 7 тысяч рублей еще два года назад. И тогда мне казалось, что покупка, с одной стороны, дорогой, потому что непонятен результат. Но по истечении буквально одного года я уже понял, что покупка идеальна. И она позволила мне избежать тоже боли в спине. И что еще интересно, я хожу на свадьбе всегда в черном. Поэтому, когда у меня на черной рубахе, там, с длинным рукавом, либо с коротким рукавом, вот такая разгрузка кожаная, здесь еще черная сумка такая, очень круто выглядит. Когда вы попадаете на фотографии, там, гостям, либо попадаете в видео, вы выглядите вообще шикарно. Поэтому не жадничим, жабу душим, покупаем разгрузку и делаем упражнение. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если есть вопросы, пишите внизу в комментариях. Как всегда, ставим лайк. И до следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok